Лечить нельзя бояться. Побеждаем страх стоматолога. Оказывается, что при встрече со стоматологом, в работе центральной нервной системы пациента происходят перемены. В мозге запускается цепная реакция, в процессе которой, картинка и звук преобразовываются в сигнал тревоги, затем он закрепляется. В памяти, при повторении ситуации, даже если человек не сам идет к врачу-стоматологу, организм реагирует повышенным потоотделением. Учащенным сердцебиением и высоким давлением, примечательно, что начаться такая фобия может не только с неудачного лечения, а уже с процесса общения, когда пациента отчитывают и приписывают обидные качества, основываясь на состоянии зубов, читайте актуальную статью о том, как научить ребенка чистить зубы. ИДЖИТИ, ИДЖИТИ, ИДЖИТИ подмигивающее лицо. Знаете, дентофобия, страх лечить зубы, это непреодолимый страх, который испытывают перед стоматологом их пациенты. Они не могут успокоиться, не дают врачу работать, хватая его за руки, особо чувствительные личности даже сознание теряют. Мы воспитываем детей через воспитание себя. Эта мудрость идеально подходит к проблеме, ребенок боится лечить зубы. Ведь, зачастую, главная его страшилка – это родители. Те, что не считают чистку зубов важной процедурой, терпят зубную боль по несколько недель, говоря об этой ужасной встрече с врачом-стоматологом. А если уж папа так трясется, то что же будет испытывать малыш? Вот и передаем мы свои страхи по наследству. На самом деле, причину, почему мы боимся стоматолога, найти достаточно просто. Она родом из детства. К сожалению, практически каждый человек испытывает жуткое волнение, когда вспоминает тот визит к врачу. И это далеко не всегда именно первая встреча. Много ли вы знаете людей, которые идут на прием стоматолога с улыбкой, а не дрожу в коленках? Таких счастливчиков действительно мало. Неужели страх лечить зубы передается по наследству? И почему ребенок может бояться стоматолога? Возрастные страхи детей-страхи – это то, что сопровождает нас всю жизнь. Начиная с первых минут. Контакты с посторонними вызывают особую тревогу у восьмимесячных малышей. Читайте о развитии ребенка этого возраста в статье «Что?» Должен уметь ребенок в восемь месяцев. И GT, и GT, и GT – подмигивающее лицо. Дети понимают, что им могут нанести вред. Отсюда и желание всегда быть около мамы. Именно в этом возрасте детки часто контактируют с медицинскими работниками, проходя регулярные осмотры и вакцинацию. Озвучить свои чувства они смогут чуть позже. Пик страха врачей приходится на второй год жизни. А если еще и уколами своего ребенка запугивать, в качестве наказания за плохое поведение, то продлить его можно минимум лет до пяти. Читайте статью по теме. Ребенок боится уколов и GT, и GT, и GT – подмигивающее лицо. Дети в возрасте двух лет испытывают стресс при встрече с движущимся транспортом, поездами, самолетами, развивается страх общения с животными. Волчка из детской песенки «Все помним». Он тому виной. Младшие дошколята испытывают трепет перед сказочными персонажами. В этом возрасте многие начинают смотреть мультфильмы. А там и драконы, и злые ведьмы, да тот же Бармалей Чуковского. Появляется страх встречи с ними в реальной жизни и дополняется боязнью темноты. Актуальная статья «Ребенок боится темноты и GT, и GT, и GT – подмигивающее лицо». При этом, все дети боятся боли, а после трех лет появляется страх при виде крови. В дошкольном возрасте многие ребята нервничают из-за резких и громких звуков, поэтому они не любят посещать танцевальные и музыкальные занятия. Настаивать не нужно, страх этот проходящий. В семь лет появляется сразу несколько страхов – смерти, страшных снов, глубины и огня. Большая часть из них проходит к 16 годам, и только страх перед стоматологом могут испытывать и малыши, и их родители. Так что же делать, если ребенок боится лечить зубы? Искать свой метод преодоления этой фобии. Многие родители ждут какой-то волшебной таблетки, но такой просто не существует. На вопрос родителей, что делать, если ребенок боится лечить зубы, стоматологи предлагают два варианта – проводить лечение с использованием кислородной седации, но подходит этот вариант лишь тем, кто спокойно идет в больницу и садится в кресло стоматолога. Закись азота разрешено применять в стоматологической практике, начиная с трехлетнего возраста, во время осмотра и всех процедур. Пациент находится в сознании, с помощью седации снимают лишь эмоциональное напряжение, после такого визита к врачу-стоматологу – негативного. Опыта у малыша не будет, единственный минус – невозможность провести большой объем работ, так как дети все же устают. Если ребенок боится идти к стоматологу, он младше трех лет или же необходимо вылечить за один визит много зубов, то стоматологи советуют провести лечение во сне. В таких случаях используют общий наркоз, а на приемы, помимо мечестры и врача-стоматолога, будет присутствовать бригада анестезиологов. Как победить страх стоматолога, дентофобию, советы мамам. Первый совет, который можно дать – не нужно стыдить. Так или иначе, но все мы чего-то боимся, это не зависит от половой принадлежности или возраста. В мире существует десятки фобий, вашему ребенку досталась такая. Ходите к стоматологу постоянно, а не когда что-то заболело. Начните с обычного знакомства. Если врачи понятливые, то их не смутит желание юного пациента посмотреть инструменты или потрогать лампу. Расскажите, что стоматолог – это лучший друг зубов. Для наглядности можете даже мультик про крокодильчика показать, которому птичка зубки чистила, говорите о том, куда вы идете и зачем. А еще лучше покажите все личным примером. Ходите два раза в год на осмотры и рассказывайте о хороших впечатлениях, новых технологиях и приятном докторе, если ребенок согласился пойти к врачу, позволил провести осмотр, но потом начал плакать – собирайтесь и уходите. Не нужно усиливать его страх, скручивать его, держать всем коридором руки, ноги, рот. В противном случае, это может быть ваш последний визит к донтисту, если вы считаете, что ваше нахождение в кабинете поможет побороть страх, тогда настаивайте на этом. Это нормально, когда папа или мама держат малыша за руку. Доктор не идет на контакт, ищите другого. Лучше потратить время в поисках лучшего специалиста, чем потом постоянно успокаивать чадо, тщательно выбирайте специалиста. Один неудачный поход может создать страх стоматолога на всю жизнь. Спрашивайте у знакомых, друзей или мамочек на площадках адреса и фамилии хороших детских врачей. Но помните, что элитные клиники не являются гарантом человечного отношения, заплатите ребенку за смелость. Многие стоматологи сейчас дарят зубные пасты, щетки или наклейки с забавными надписями, но не всех купишь такими подарками. Замахнитесь выше, пусть ваш врач исполнит мечту ребенка. Просто заранее купите подарочек и передайте доктору, можно предложить детям произвести обмен. Пусть каждый приносит с собой небольшую игрушку и выбирает взамен что-то другое. Такая идея понравится не только детям, но и персоналу. Ведь очередной сюрприз, например конфетку, ребенок может преподнести им, отвлеките. В идеале, это должен делать врач-стоматолог. Пусть пояснит все свои действия, позволит выбрать вкус и цвет пломбы. Чтобы не было желания держать доктора за руки, вложите в них объемную игрушку. Хорошо бы, чтобы она была из числа любимых или новых. Некоторые стоматологические кабинеты оснащены монитором, так что лечение пройдет быстрее, чем успеет закончиться любимый мультик. Поиграйте в стоматолога. Пусть ребенок проведет осмотр ваших зубов и даст рекомендации по правильной чистке. Потом поменяйтесь ролями, пригласите на прием кукол и зверей. Покажите, что звери очень рады такой игре, не испытывают страх врачей и получают подарки за свою храбрость. Читайте статью по теме. Ребенок боится врачей и GT, и GT, и GT подмигивающее лицо, не ходите на прием к стоматологу, если сами не можете унять дрожь в коленях. Дети моментально считывают эмоции и изначально боевой настрой может перерасти в слезы, не пытайтесь вылечить все зубки за один раз. В противном случае, ребенок устанет и опыт все же будет негативным. Это может привести к появлению страха, хвалите, хвалите и хвалите. Да и после визита к стоматологу. Говорите, что верите в него, что поддерживаете, что гордитесь. Это то, что оценит любой малыш. И обязательно расскажите о смелости бабушкам. Всем здоровых зубов и хороших стоматологов. Как развить самостоятельность у ребенка.